Здравствуй, школа! Школа, здравствуй! Наконец мы подросли! Уверяю, не напрасно к вам учиться мы пришли! Праздник трогательный и немного волнительный. В 24-й школе, особенно на линейку к ребятам, приехал мэр города и начальник управления образования, чтобы поздравить и дать официальный старт учебе. Школа небольшая, здесь всего два первых класса в этом году. Наша задача как администрации города, как мэрия заключается в том, чтобы все наши дети, независимо от того, в какие школы они ходят, где они находятся, в центре или на окраинах города, и все наши дети в этих школах получали равномерное, нормальное, качественное образование, которое позволит им потом выстроить успешно всю свою жизнь. Учебный год стартует 2 сентября. У детей и их родителей был дополнительный выходной. Еще одна возможность подготовиться была и у школьной администрации. Все учебные заведения приняты без нареканий, ремонты везде успели закончить. В этом году власти отметили также увеличение численности первоклашек. Действительно, в этом году у нас в школу идет 41 тысяча 30 учащихся. Первоклассников стало на 250 человек больше. Это такое рекордное повышение, потому что 250 человек – это практически 10 новых классов. А это позволяет надеяться на то, что из демографического кризиса удается выбраться. К празднику готовились и родители. Покупали школьную форму, собирали рюкзаки. Ну и, конечно, волновались по максимуму. Школа 24-я. Я закончила 40 лет тому назад. 20 лет тому назад закончила моя дочь эту школу. А сейчас в первый класс провожаю своего внука Кораблева Артема. Ой, это такое волнение. С утра в ночь не спится, готовишься, как одеть, как все преподнести, как это все будет. Ну, это, конечно, очень такое впечатление. Ну, первый раз в первый класс. После торжественной линейки школьники отправились на уроки. Занятия не отменили, но немного сократили продолжительность уроков. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова. Корректор А.Кулакова